уважаемые друзья уважаемые братья и сестры уважаемые все кто сегодня в это чудесное воскресное утро смотрит нас на телеканале tbn вера 24 наших соц сетях на нашем youtube канале добро пожаловать дом божий добро пожаловать церковь жатва мы говорим нашей программе сегодня такую важную тему как место твоей силы и первое место священного писания которое я хочу прочитать это место которое находится в книге притч 24 главы 10 стихом библия говорит если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя если ты в день бедствия оказался слабым то бедна сила твоя слово божье говорит каждому из нас что наша жизнь будет подвержена различным напасть им и атакам врага и невозможно прожить христианскую жизнь без того чтобы мы были испытаны и в нашу жизнь всегда вторгается что-то от чего мы хотели все время уйти и убежать каждый призванный человек является как мишень для врага дьявола и враг дьявол делает все возможное чтобы прельстить если возможно и избраны он атакует нашу жизнь и наше служение для того чтобы христианин который горит для бога сердце которого влюбленного иисуса христа чтобы этот человек опустил свои руки расточил все чем он живет оставил церковь оставил молитву и просто обессилел вот для того чтобы нам с вами самим не оказаться в разочаровании самим от себя не оказаться в состоянии такой печали когда мы вроде бы и не планировали падение не планировали охлаждение мы не планировали того что наши руки будут опущены и что мы будем в каком-то слабом плотском состоянии вот чтобы этого не произошло мы должны понимать что сила которая духом святым она дана каждому человеку она действует не спонтанно и без всякого лицеприятия мы готовим определенное место почву в своем сердце для действия этой силы и сегодня мы будем говорить именно об этом и все наши братья и сестры кто смотрит нас и кто присутствует нашем храме сегодня я обращаюсь к вашему сердцу и я подчеркну что ваша жизнь будет атаковано каждый человек находящийся перед богом идущий вечность он будет атакован врагом день бедствия обязательно постучиться в каждую семью день бедствия постучиться в каждое здоровье день бедствия постучиться в каждое отношение партнеров по бизнесу или служению день бедствия невозможно отменить никакой молитвой поэтому писание подчеркивает и говорит что если в день бедствия ты оказался слабым твоя сила обеднела мы понимаем что такое бедность когда человек чувствовал силу экономическую стабильность у него все было прекрасно но пришла какая-то пандемия и он понял что его бизнес его работа его недвижимости все чем он занимается она сегодня совершенно не имеет никакой силы и он не планировал быть бедным но что-то пошло не так он не планировал не возвращать какие-то кредиты но что-то пошло не так он не планировал что его оставят штат сотрудников Но что-то пошло не так. И тогда человек говорит, а что же произошло в моей жизни? Вот чтобы мы с вами были готовы к дню бедствия, Библия говорит об источниках силы или места твоей силы. Потому что Бог для нас никогда не планировал поражение. Ну скажите, аминь или не аминь? Никогда не планировал поражение. Вот сегодня на примере одного божьего человека Самсона из книги Судьи мы рассмотрим как прообраз церкви, как прообраз последнего времени. Что же было с этим божьим человеком? Когда он был в силе, могуществе и помазании Святого Духа, а было время, когда он был абсолютно обанкрочен, его руки были опущены, глаза были выколоты, и этот человек был как бы не способен противостоять врагу. Эта тема очень серьезная. Если вы положите в свое сердце эти места Писания, вы поразмышляете об этих местах силы, об источниках силы, тогда враг дьявол не застанет вас врасплох, вашу семью не застанет врасплох, и вы будете благословлены, будете проходить любые испытания и выходить из них победителями, потому что побеждающий наследует все. Ну аминь или не аминь? Давайте посмотрим на этого божьего человека Самсона. Книга Судей, 16 глава, 26 стих и ниже. Писание говорит. И сказал Самсон отроку, который вводил его за руку, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утверждается дом. И прислонился к ним. И сделал. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистинские. И на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющих их Самсона. И возвал Самсон Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистинлянам за два глаза мои. И сдвинул их в один правой рукой, а другой левой. И сказал Самсон, умри, душа моя с филистинлянами. И уперся всей силой и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его. И взяли его и пошли похоронили его между Цорой и Эстаолом во гробе Маноя отца его. Он был судьей Израиля двадцать лет. И он спасал Израиля и служил Израилю. Эта история из двадцать шестой главы книги Судей показывает нам серьезность отношений духовного мира. Мы видим с вами Самсона в самом финале его жизни. Он находился в доме Дегона, где был порабощен филистинлянами. Руки его были связаны цепями, ноги были связаны цепями, глаза его были выколоты. Он был острижен обрит и он был абсолютно обессилен. Но Самсон не всегда был в таком состоянии. Было время, когда Самсон был в силе и помазании, и весь филистинский народ боялся его. Весь Израиль почитал Самсона, потому что на нем пребывала сила Святого Духа. Каким образом Самсон растерял все это? Почему в один момент или в какие-то очередные события его сила стала бедной? И он как будто бы забавлял филистинлян, но в определенный момент, когда он вновь и вновь возвал Господу, сила Божья укрепила его и он принес победу Израилю. Давайте посмотрим на историю Самсона, как он начинал свой путь на этой земле. Интересно. Первое, что я хотел бы, о чем хотел бы с вами прочитать, это избрание Самсона. И как он вообще появился на этой земле. Итак, первый источник твоей силы или места твоей силы, куда ты будешь возвращаться в момент испытаний, это то, с чего начинал Самсон. Это избрание. Избрание. Итак, книга Судей, 13 глава, 1 стих. Библия говорит. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руку филистинлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данного, имя ему Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень к жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистинлян. Итак, обратите внимание, драгоценные мои братья и сестры, что первым источником или местом нашей силы является откровение о нашем избрании. Я хочу сказать всем, кто в этом храме, и всем, кто слышит нас на телевидении, Божья рука над нами, Его избрание над нами. Многие люди несчастливы не потому, что Бог хочет, чтобы они были несчастливы, они идут просто против Господа, против призвания и предназначения Божьего, которое Он имеет по отношению к каждому человеку. Когда человек рождается на эту землю, великая радость, но когда он понимает, для чего он родился, вот эта радость по-настоящему полная. И Самсон был призванным для служения, и еще от чрева своей матери. Посмотрите на отца и на маму. Она была бесплодна, детей не было, но они хотели иметь продолжение рода, нуждались в Господе. Бог, приди, дай слово, дай зачатие, дай силу. И мы видим, как в настоящем времени, в 13 главе книги Судей происходит чудо. К ним приходит ангел Господень. Этот ангел Господень говорит, ты зачнешь и родишь помазанника, но должны быть соблюдены условия. Ты не должна выпивать ничего, что будет будоражить и искривлять твой рассудок. Ни вина, ни секера ты не должна употреблять. Ты не должна ничего нечистого вкушать, потому что это Назарей Божий. Вспоминайте, когда речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе, очень часто говорится о том, что Он, Иисус Христос из Назарета, и сказано, Он Назарей Божий. Кто такие были Назареи? Назареи – это были люди, которые были призваны, первое, от чрева матерей, второе – это были те, кто посвятили себя осознанно. Если мы посмотрим с вами книгу Чисел, 6 главу, я сейчас не буду тратить время, чтобы еще читать те тексты, вы можете просто прочитать. Книга Чисел, 6 глава. Там сказано об установлениях, кто такие Назареи Божьи. Назарей Божий – это человек, который должен был соблюдать несколько заповедей. Что он должен был делать и чего он не должен был делать. Вот что точно он не должен был делать, он не должен был выпивать спиртного, не должен был терять здравый рассудок, потому что вино глубливо и секера буйна. И Библия говорит о людях, которые выпивают спиртное и думают, что в их жизни все будет идти по-прежнему хорошо, они обманывают себя. Книга Притч говорит, не смотри на вино, как оно искрится, как оно ухаживается в чаше ровно, впоследствии оно ужалит тебя, как змей, как аспид. И твой корабль будет, как бушующее море, без человека, управляющего рулем. Тебя будет бить, бросать, кидать, и сердце твое заговорит, развратное. Поэтому Назареям было запрещено употреблять спиртное. В нашей церкви мы не употребляем спиртное. До сегодняшнего дня храним здравость и целомудрие в нашем отношении ко всем напиткам, которые нас окружают. И когда меня спрашивают в каких-то интересных компаниях, когда ты оказываешься среди людей, где есть незнакомые тебе люди, или это может быть самолет, или это может быть какой-то день рождения, и когда тебе говорят, а вы пьете? Я иногда говорю, да, конечно, но только я пью воду, я пью все, что не содержит алкоголя, и это мне чуждо. Однажды мы оказались в Абхазии, и абхазы, они христиане верные, они за Господа готовы собрать крестовый поход хоть завтра. Скажи им, они в этот четвертый поход рванут. И они говорят, как ты христианин, ты вино должен пить, тащи сюда, давай, неси. А она, моя жена бежит, там достает из погреба. И он говорит, если ты христианин, пей. И Бог дает мне мысль. В Библии сказано, что когда Христос был на празднике бракосочетания, вы помните первое его чудо? Оно было основано, что он из воды превратил его в шикарное вино. Кто помнит эту историю? Ну, мужчина особенно любит этот текст, учить наизусть, да? И вот почему-то абхазы знают это чудо как первое, главное и навсегда важное. И поэтому они мне говорят, ты не христианин, если ты сейчас не будешь, давай будешь. И я им говорю, у меня прошло такое откровение. И я сказал, неси воду, молись за эту воду. И если ты настоящий христианин, сила Божья сойдет. И из этой воды Христос сделает то вино, которое не от магазина, не от магнита, не от пятерочки, не от твоей бодяги, которую ты там завариваешь по ночам во имя какого-то Бога, а именно от Господа. Потому что Божий напиток, о котором мы говорим, виноградный плод, он не заберет рассудок у мужчин, и они не будут смотреть на чужих жен. Ну, аминь или не аминь. Поэтому, припытаясь привить один этот текст, связанный с алкоголем, и сказать, ты должен, ты христианин, не христианин, а ну-ка давай, вот молись за воду, пусть оно станет вином, тогда я его с радостью выпью. Ну, не сильно это понравилось, толкование этому человеку. И мы не нашли с ним общего языка. И я хочу вам сказать, храните здравость и целомудрие. Назарей не должен был прикасаться к мертвому. Ему было запрещено прикасаться к трупу. Это как прообраз греха и беззакония. Это прообраз смертного, трупного. Поэтому в наших церквях, на основании Слова Божьего, мы до сегодняшнего дня, если кто-то у нас умирает и уходит в вечность, мы не прячем его в церкви. У меня под столом пастырским не найдете никакого замурованного, перевязанного какого-то Божьего человека. И если я, когда уйду в вечность, никогда не нужно меня куда-то припрятать, положить в какой-то фундамент, где-то прикрыть линолеумом и сказать, здесь похоронен наш пастырь. И если хочешь осветиться, очиститься, вот приходи, посиди на этом. И в общем, как-то так. Я хочу подчеркнуть, что прах должен быть предан земле. И мы не делаем ни культа, ни какого-то богословия из того, чтобы прикасаться к мертвым. И скажите, как прощание с родителями или с близкими? Писание об этом говорит, что ты можешь прощаться и с родителями, и с близкими. Но на зарею, на определенный отрезок времени было запрещено. Потому что этим Бог хотел сказать послание в мир. Потому что грех, соделанный, приносит смерть. Бог смерти никогда не планировал. И когда человек заигрывает с грехом, это приносит смерть. И на зарею было запрещено, не прикасаясь к мертвому. И третья позиция. На зарею было запрещено стричь волосы. И у них были большие и длинные волосы. Это было как знамение непрерывного роста. И как бы пребывание силы Духа Святого на этих людях. Но я хочу вам сказать всем, кто любит растить волосы или не любит. Апостол Павел четко сказал для мужчин, чтобы мужчины не растили волосы, а женщины, чтобы они не брились наголо. Потому что в этом нет Божьего устройства. И мы с вами сегодня понимаем, что сила Святого Духа, она физически не сокрыта в физических волосах наших голов. Ну аминь или не аминь. И если бы сила Духа Святого была бы сокрыта в волосах, ну поверьте мне, мы бы здесь были такими кудрявыми все, такими бы небритыми. Это была бы просто могущественная нестриженная церковь. Потому что здесь бы мы так проявляли свою любовь к Духу Святому. Итак, вот мы с вами подчеркнули несколько вещей, связанных с Назарейством. И я хочу подчеркнуть первое, что в твоем призвании, и когда ты понимаешь, к чему ты призван, свои дары и таланты, сокрыта твоя помощь во время трудное. Когда ты призван служителем, пастырем, и ты призван лидером домашней группы. Или ты призван, когда Господь дал тебе право на бизнес, чтобы через тебя кормить многих людей, давать им работу. Или Бог призвал тебя, бы ты глава семьи, или кто-то еще. Когда навалятся на тебя испытания, когда придут трудные времена, возвращайся к пункту номер один. Пункт номер один, он говорит, что ты призван Богом, и что Бог даст тебе защиту, и ты все пройдешь, только, пожалуйста, не заигрывая с грехом. Держись здравости. И я всегда, когда трудно и тяжело, я возвращаюсь к пророчествам, которые говорил обо мне Бог. Итак, второе, что я хочу подчеркнуть, источник или место, где ты восстанавливаешь свои силы, это Слово Божье. Слово Божье. Итак, книга Судей, 14 глава, 8 стих. Спустя несколько дней опять шел он, чтобы взять ее, речь идет о невесте, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Просто запомните 14 глава, 8 стих. Пожалуйста, после проповеди, которая ограничена время, вы прочитайте весь контекст. Итак, Самсон идет один, к нему навстречу выходит рыкающий лев, и написано, сила Духа Святого сошла на Самсона, и он разорвал льва, как козленка. Там так буквально написано. И когда он шел к филистимлянам, потом третью позицию, которую мы посмотрим, место твоей силы, мы посмотрим на семейные отношения, это очень важно. И вот когда он выстраивал эти семейные отношения, шел на свиданку к той, которая Богом для него не была определена. Вот этот лев напал на него, Бог защитил Самсона, сила Божья сошла. Но когда он шел обратно той дорогой, написано, что он решил заглянуть в львиный труп. Заповедь для Назарея, вы помните, не прикасайся к трупам. В трупе уже пчелы освоили свой дом, и уже мед организовали. Ну, еврейские пчелы работают очень быстро. Они быстренько все захватили территорию, недвижимость, и поселились там. И вот уже идет Самсон и смотрит, о! И вот посмотрите компромисс. С чего начинается падение многих людей? Компромиссы. Он же вроде как будто бы к трупу-то не прикоснулся. Он взял всего лишь сладкий, прекрасный, чудесный мед. Но я вас хочу спросить. Если вы так любите мед, и вы будете идти по улице, и будет лежать какой-то труп какого-то животного, хватит ли у вас силы, жажды, страсти, огня, вкусовых чувств, чтобы хватануть этого меда и просто вкусить его? Как-то мне даже становится не по себе, чтобы я из трупа львиного ел бы мед. Ну что это? Потому что вот это сладкое, красивое, прекрасное понимание меда, оно было все равно на основании трупа, который уже разлагался. И враг-дьявол ко многим людям не приходит и говорит, ты потом умрешь, в грехах помрешь, семья развалится, здоровье будет плохое, легкие отпадут, глаза ослепнут, ты будешь банкротом, все у тебя будет плохо. Кому он так приходит и говорит? Ты только согреши, и вот тебя такой контекст слов будет ждать. Ну кому он так говорит? Многим людям грешная жизнь кажется сладкой, она кажется приятной, она кажется такой близкой, такой доброй, такой, такой, какой. Ну я же совсем чуть-чуть, я же не залажу в этот труп, я всего лишь немножко меда возьму оттуда. Но ведь Слово Божье говорило, не делай, не прикасайся к трупу. Мои возлюбленные братья и сестры, падение великих людей начинается с того, когда они берут Слово Божье и отталкивают его от себя. Назарей Божий знал закон Слова, что ему нужно было читать и исполнять Слово Божье. Но когда мы с вами думаем, что мы можем себе позволить не пребывать в Слове и будем пребывать в силе, этого невозможно. Сила Духа приходит только туда, где есть сила Слова Божьего. Поэтому уделяй внимание Слову Божьему, читай, носи, фиксируй, учи наизусть. Это спасет тебя в самое трудное время. Третье. Семья. Место твоей силы, это твоя семья. Посмотрим, например, Самсона. Книга Судей, 15 глава, с 1 стиха и ниже. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женой своей и принеся с собой козленка. И когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, я думал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот это удивительные друзья, да? Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее. Итак, семья, это не то, что придумали люди и сказали, давайте мы вот изобретем откровение о семье. Откровение о семье, это Божья истина. Ну, аминь или нет? Бог определил для мужчины женщину, и он сказал, двое будут одна плоть. И поэтому Божья математика говорит нам, один плюс один равно один. И здесь сказано, что когда Самсон уже поженился, когда вы прочитаете эти контексты, вы увидите, он поженился на одной девушке. И вроде что-то там пошло не так. Он там немного огорчился от оппозиции ее друзей, которые были на свадьбе. И я об этом вам скажу чуть-чуть ниже. И он ушел по своим делам, ну, как многие ездят на работу, на вахту и так дальше, и так дальше. Вернулся к своей жене, взял подарок, который заработал по имени Козленок и думал, меня ждут, меня встречают. А ему отец не дает даже войти в дом. И вот посмотрите, отец говорит, я думал, ты ее возненавидел. И я ее просто, знаете, отдал твоему другу. Вот удивительная картина. Представьте себе, если вы позволяете кому-то влиять на вашу семью, на место, где вы компенсируете свою усталость, эмоциональное истощение, где вы компенсируете свою сексуальную потребность, это все место под названием семья. Поэтому третий, третий, под великими именами, зять, не зять, а там, тесть или теща, или может быть кто-то еще, не пускайте в свою семью, в самое святое святых, вот этих замечательных святых людей. Потому что не все они бывают всегда в духе. Вы ответственны за свою семью, уважайте отцов, уважайте матерей, уважайте тестья, уважайте тещу, всех их любите, подарками их задарите. Но вы поймите, ответственны за семью вы. И я сегодня с ужасом наблюдаю, что происходит, и стучится в двери евангельских церквей. Там развелись, там проблемы, там развод, там сложности. Бог для нас не планировал разводы, скажи, аминь. Наша церковь, это церковь, которая строится, семейные отношения строятся на основании Божьего Слова и избрания. И Бог сказал, я против разводов, я ненавижу разводы, я буду спрашивать со всех, кто тянет нас вторично в ЗАГС, чтобы развестись. Бог будет спрашивать с этих людей, это закваска. Не должно быть так. Берегите свои семьи. Семья это место, где вы компенсируете свою усталость. Это место вашей силы. Вы передаете эстафету вашим детям. Если вы говорите, я обижен, она не такая, он не такой, я разочаровался. Подумайте о детях. Если вы будете жалеть свой эгоизм и ради этого будете разводиться, вы передадите банкротство, разводы, раздвоенные, разломанные семьи своим детям. Это законы духовного мира. Дай нам Бог иметь сильное отношение, семейное отношение, благословенное отношение, чтобы Бог, смотря на нас, мог радоваться, видя наши священнические семьи. Ну аминь или не аминь? Аминь. Четвертая позиция. Место твоей силы. Это друзья. Это люди, которые тебя окружают. Посмотрите на Самсона. Книга Судей, 14 глава, 11 стих. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Прошу, пожалуйста, опять же подчеркну, читайте контекст. В ограниченное время я не могу этого сделать полностью. Но я хочу сказать, когда Самсон затеял свадьбу, ему из филистинского народа, который не имел отношения к Израилю, и больше того, имел отношение плохое, а не хорошее, они выдали ему 30 друзей. Ну, когда сейчас проходят свадьбы, у нас тоже есть, называется, дружки. Рядом с невестой стоят подруги, рядом с женихом стоят подруги. Это дружки. Они гарантируют, что семья, они гарантируют, что все было хорошо. Они рядом, они на поддержке, они свадьбу помогут провести, деньги помогут посчитать. Они все рядышком, они, можно на них положиться. Филистинляне выдали ему 30 друзей, не из израильского народа. Если вы читаете контекст 14 главы, вы удивитесь, как эти 30 друзей сломали всю свадьбу. Семь дней был пир, и написано, все семь дней невеста Самсона плакала и рыдала. Потому что Самсон загадал загадку этим друзьям, он смотрит, что вроде друзья, ну друзья, друзья. Загадал им загадку, и они начали терроризировать его невесту. Пусть он тебе скажет отгадку, и тогда как бы мы не сожгем твой дом и твоего отца. Вот это дружба. Так просто сожгем твой дом, если... Христиане, молодежь, подростки, вы внимательно смотрите, кто рядом с вами. Библия четко говорит, книга 1 Коринфянам 15.33, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, но боящийся Господа, это книга Малахи 3.16, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его. Внимательно смотрите за людьми, которые вас окружают. Друзья ли они вам, или эти друзья нам совершенно не друзья? Если они уводят нас от Божьего страха, если они ведут нас с компромиссом, если они утягивают нас из церкви, если они пытаются нарушать заповеди Божьи, эти женихи нам не нужны, эти невесты нам не нужны, эти друзья нам не нужны. И ты скажешь, а что я тогда один оставлюсь? Ты никогда не останешься один. Праведники окружат тебя и усилят твою жизнь. Ну аминь или не аминь? Пятая позиция, место твоей силы, это подотчетность. Посмотрите, книга Судей 14.9, Библия говорит, он взял его в руки свои и пошел и ел дорогой. Речь идет о том меде из трупа. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. У сильных людей есть искушение не быть подотчетными. Самсон был сильным человеком. Я вижу, уже время вышло из проповеди. Самсон был сильным человеком. И этот Божий помазанник, который носил в себе силу Святого Духа, почему-то подумал, что он может быть неподотчетным. И когда он набрал этого меда из трупа, он молодец, щедрое сердце. Ну, что я буду один, что ли, кушать эти компромиссы? Накормлю папу маму. И вы знаете, что он сделал? Он пошел к своим родителям, дал им, но посмотрите, он не сказал им, откуда он это взял. Почему? А потому что многие люди думают, зачем мне быть открытым? Зачем мне открывать свои какие-то слабости, компромиссы, печали? Люди будут сплетничать про меня, люди будут думать обо мне что-то. Ну, нет, я этого не хочу. Я хочу вам сказать, дорогие цены, подотчетность духовным людям, отцам, матерям, лидерам домашних группам, пасторам, родителям, это не контроль над вашей жизнью. Это ваша безопасность, чтобы вовремя вас остановить, удержать вас от неправильных действий. И если бы Самсон дал мед своим родителям, они бы сказали, а где ты его взял, интересно? Потому что рынка нету, пока ты шел к Филистемлянам, там не продавали мед. И он бы сказал, так, труп там, ну, я немножко. Отец бы ему сказал, что ты делаешь? Зачем тебе эти компромиссы? Остановись. И тогда, возможно, Самсон не закончил бы свою жизнь, как говорят историки-богословы, в 40-летнем возрасте и с выколотыми глазами. Может быть, он бы прожил и управлял народом Божьим не 26 лет или 20 лет, простите, а больше. А Самсон своими компромиссами определил вот этот лимит в своей духовной жизни.